всем привет привет ура ура я мне самый частый вопрос задают сейчас почему я постоянно в машине а я хочу пояснить что я в как раз я отвожу на тренировку и я их больше часа жду поэтому вот у меня как раз это время но полностью принадлежит вам отлично спасибо паша спасибо паша рассказывай так но я начинаю но я бы хотела начать что сказать что я также на естественных днях выходить пока не планирую также с 14 марта получается вот что еще хочу сказать процессы у меня все-таки наверное не совсем совпадают ой настюш привет меня не совсем совпадают со многими автономами но я еще раз повторюсь что у меня видимо все-таки дает о себе знать что у меня была продолжительная болезнь почему говорю что была потому что я очень надеюсь что у меня остались только остатки из меня выходят то есть у меня наверное где-то дня 4-5 назад у меня начали появляться такие небольшие язвочки немножечко чесались как язвочки знаете на что похоже на что похоже это когда от животных вот типа лишает на человека вот переходит вот я просто смотрела в интернете загуглила естественно мне же было интересно вот но они достаточно быстро естественно проходят то есть не как болезнь не как там естественно не как болезнь все таки то есть она появляется вот это вот как она даже не язвочка такое шелушение на позже кругленько с очертанием и в течение наверное двух дней вот оно проходит и вот сейчас вот четвертый день еще у меня два две маленькие вот такие вот шелушения остались я все-таки так полагаю что это продолжаются такие своеобразные чистки причем вот эти очистки они начинаются когда я очень большую даю физическую нагрузку телу то есть если я раньше всегда любила кататься на велосипеде то я каталась ну приблизительно там у меня было где-то 20-30 километров вот потом естественно там разная была физическая активность по разному абсолютно то сейчас у меня у меня велосипед многие наверное по моему инстаграму знают что у меня обычный городской велосипед вот и поэтому я всегда каталась просто по трассе мне это для меня было даже не столько спорт сколько мое личное время мое личное пространство когда я могла уехать от семьи на часа два включить там либо любимую музыку либо книгу либо что-то там с ютуба и вот эту информацию я как бы ей наслаждалась то сейчас у меня появилось такое что я мне хочется не просто кататься а мне хочется кататься по пересеченной местности у нас здесь очень много водоемов но наверное через каждое 150 300 метров то есть они везде эти водоемы местность здесь вообще просто потрясающе шикарно она очень красиво и сейчас я на велосипеде вот катаюсь по этой пересеченной местности но конечно велосипед надо менять вот что это конечно не очень радует финансовом смысле но так уж оно есть так случилось и вот как раз вот эти вот язвочки они не язвочки вот эти вот шелушения они вышли после того как я у нас уже погода 30 градусов уже была несколько дней сегодня вчера и сегодня дожди и завтрашнего дня у нас начинается прям лето то есть к пятнице у нас уже по прогнозу 31 с лишним и как раз вот по этой пересеченной местности я каталась но наверное без остановки километра 42 это понятно что это уже немножко другая нагрузка это не как по трассе то есть там спуски подъемы где-то велосипед на себе нужно будет перетащить там где-то там ну по лесу ездить это тоже как бы наверное многие меня поймут что-то немножечко другая энергозатрата и вот после того как я вот такую себе сделала велопрогулку у меня видимо заработал вот такой экстремальном режиме еще дал организм такой такой выброс моих нечистот вот и поэтому вот так вот получилось это я стала замечать потому что действительно энергии появляется очень много и энергию самое что интересное ее не хочется растрачивать просто на физические упражнения которые тебе не приносят какого-то удовлетворения то есть нет такой надобности чтобы ты просто там вот у меня например чтобы я просто там 500 раз присела как бы выдохнула и все у меня остается чувство неудовлетворенности после этого но если я себе нахожу занятие которое меня прям поглощает вот например сейчас вот это вот велосипедные прогулки по по каким-нибудь красивым живописным местам либо я сейчас уже начала немножко бегать у себя бег никогда не любила но именно бег вот в таких местах где я смотрю там изучая новые места смотрю новые водоемы потому что я в этом месте еще года нет как я здесь живу это тоже мне нравится и я могу вот если у меня что-то там не намечена какая-то встреча на ближайшие дни но на ближайшие часы вернее то я могу например уехать на велосипеде на часов пять я могу взять машину там до какого-то места доехать и начинаю там уже по геолокации ходить бегать фотографировать тоже часа четыре вот так вот могу то есть нет мне это доставляет огромное удовольствие и именно такая физическая нагрузка она меня разряжает то есть я понимаю что когда я прихожу после вот этой физической нагрузки я именно такая отдохнувшая и я как будто бы набралась сил для того чтобы коммуницировать вот с просто просто с людьми с детьми потому что если у кого несколько детей тем более если это все мальчики они меня наверное поймут потому что это вообще вот пока вот такие вот новости у меня новости такие интересные я прям вот знаешь за эту неделю как я вышла я набрала не представляешь сколько четыре килограмма я положила и немножко семечки замоченные ела у меня стоит задача набрать и снова уйти на длительными на длительных сухих но параллельно я получила столько негатива у меня вываливаются волосы просто клочьями то есть у меня они сейчас длинные вот они у меня были такие на сухих они у меня выросли прям на сантиметр они прям очень длинные стали прям нереальные длинные выросли ногти быстро на сухие длительных но все просто лакшери единственно что я была недовольна весом и я решила для себя что я буду переходить с минимальной потери чтобы не было комфортно я решила отличиться я к этому иду и теперь мой эксперимент скажем такая некая игра задуманная мной продолжается замечаю внутреннее значит что я стала больше невнимательная я опять снова слегка опаздываю то есть все возвращается обратно да я осталась осознанная я слежу за этим но я как огромную машину не могу повернуть обратно потому что я как будто вываливаюсь вот прямом смысле в эту матрицу человеческой еды где ум является эгрегором вот реально ум это один большой все кто от ума говорят они все говорят просто вот живут они в эгрегоре это одна большая установка одна большая матрица с которой вырваться можно именно не только через осознанность а именно от крепления от питания от сна и это такой процесс не за щелчок это даже длительные сухие понимаю не помогают то есть ты сейчас вышла да и ты сейчас тоже рассказываю что у тебя там метаморфозы настя сколько навещает она рассказывает каждый раз что-то новое к ней приходит у каждого кого-то другого кто тоже вышел каждый раз инсайты это настолько глубоко и только являются знаниями здесь если бы это идти потому что информация это просто узнать а практика плюс информация это знание и конечно же мне здесь сложно судить я могу говорить только о том что я испытываю сейчас я вот испытываю дискомфорт вечером я недовольна что я не получила максимально то чего хотела чего бы я могла и привыкла получать на сухих днях это первое мне часто спрашивают как я успеваю все то есть я с утра сделала два хороших массажа там на полтора часа я днем оттестировала детей два класса я сходила пообщалась проконсультировала тоже в интернете людей немножко погуляла с девочкой с психологом там проводил ее к метро и успела еще приготовить ужин и все вместе получается еще успела погулять с детьми вечером и это впритык у меня не было времени буквально поесть что-то сделать я довольна но я не довольна потому что я с утра встала и я попила кокосовую воду не захоть не то что захотелось а мне автоматически пришлось здесь ты зависла алё ну вот и я с утра это сделала просто автоматически потому что я не собиралась выходить на сухие то есть для меня сухой я решила так если раньше я выходила знаете как думаю я вышла но я могу в принципе много не есть и я чуть-чуть подъедала и снова уходила и были короткие а теперь я сказала баста я сделаю все наоборот я нажирусь как скотина но для меня как скотина там горсточку этих семечек и кокосовой воды вот для меня это уже много и я ощущаю смену настроения депрессии негатив вываривание волос то есть меня где-то мышцу там тянет я на сухих не ощущаю и плюс вот я смотрю даже на себя у меня вот у нас щитовидка она постепенно обратно зажалась я работаю над щитовидной железой это лимфосистема и ей приятно когда я ничего не ем и не пью в первую очередь не пить вот ну как бы у меня такой процесс тоже интересны и следующие как только я почувствую что мне комфортно внутренне пойдет отклик что пора выходить это скоро будет буквально несколько дней наверное я выйду на длительную стихи и снова не буду планировать чего и как потому что когда планируешь ничего не происходит вот а тут у меня получили эти пятые тире восьмые классы тестируются по психологии ты не представляешь они мне поедали булавку прошлый раз они хихикали там привет мне говори заигрывать шестиклассники такие интересные конечно молодежь пошла такая необычная шесть шестом классе уже курят восьмом классе девочка ночами работают у нее родители пьют это обычная школа это просто нормально и у нас сегодня жарко у нас сегодня жарко я вот вот так ходила сегодня такая деловая утром пошла в пальто просто зажарилась сняла уже сегодня с детьми вечером просто и балдею у нас черемуха цветет я слышу что мне часто говорят что черемуха не пахнет она только последние два дня пахнет ну когда сыра погода прошла на запахла я говорю нет она пахнет с самого начала просто вы это не чувствуете а запахи вот чувство запахов усиливается чувствуешь это и меньше выражаешь эмоции то есть ты как бы принимаешь это наслаждение и такое длительное лонгитюдное состояние кайфа внутри что ты природа как будто сживаешься с нею вот и это именно даже в тот момент когда допустим я вышла но она остается как продолжение вот этих чередований каскадных сухих дней ну это классно и что могу сказать немножечко дискомфорт получается по всем проблемам чем я занимаюсь вот я вышла и у меня такой знаешь со скрежетом там там чуть-чуть раз работы не состыковка с расписание там я же сказал про опоздание то сейчас делаем ремонт там сям и она все наваливается конечно же очень большое желание вывалится я решила сделать по-другому я не буду делать как раньше я раньше почти ничего не ела и дело короткие сухие я хочу сейчас позволить себе эмоционально пусть мне неприятно есть и сознательно я понимаю что это нехорошо но тело наверное просит и я позволила ему раскрыться может быть я это не слышу у меня так всегда было что я физически немножечко не прислушиваюсь к желанию своего тела изначально и может быть стоит попробовать и вот я решила так отпустить вожжи свои и потом зайти на длительные посмотрю потом поделюсь все по-разному я еще хочу как раз заметить потому что очень много вопросов поступают они поступают как правило одни и те же чем отличается автономия от голода то есть это в любом случае нужно понимать что что одно прекрасно что другое смотря что для чего вам нужно я в любом случае по себе я могу рекомендовать только начинать нужно в любом случае тренировать посмотреть как это будет в любом случае нужно с голода вы не сможете сразу пойти в автономии автономия это наше сознание автономное сознание оно воспринимается и организмом и физическим и психическим оно воспринимается абсолютно по-другому и к этому человек просто уже приходит со своим опытным знанием а именно голодание голодание оно нужно для чего-то для каких-то целей в большинстве случаев голодания оно как раз идет для излечения каких-либо органов и если вы затягиваете этот голод то он идет вам во вред если вы не перестроили свое сознание если у вас за этот период пока вы голодаете не перестраивается сознание если вы чувствуете что ваш организм ну ему тяжело что он слабее а что там у вас вас не приходят какие-то мысли то есть это сразу же чувствуется если организм вас просит выйти из голода послушайте его выходите начинайте если вы хотите все-таки в автономию начинайте тренировать именно не только тело но и психику это обязательно иначе у вас будет просто голод со своими никому не нужными последствиями это абсолютно разные вещи но тут конечно за час нашей беседы это все не рассказать вот поэтому в любом случае у многих ребят кто там на длительных сухих или кто делает каскадные голодания или кто делает сухие дни или кто уже в автономии у них есть какие-то свои чат и еще что-то и мне тоже посоветовали сделать телеграм-канал он абсолютно бесплатный и вот где наше будет с кристина видео помимо того что у кристины в инстаграм все время у нас есть на авто пол стар наше видео и там выкладывают контакты и кристины и мои я там тоже сделать телеграм-канал где там тоже ребята могут задавать вопросы на которые я буду отвечать но это будут достаточно так скажем взрослые вопросы то есть без всякого вот этого ерунды которая уже миллион раз обговаривалась если это действительно люди хотят выйти на другой уровень сознания так скажем на другой уровень себя на на то чтобы узнать на что ты вообще способен потому что ну настолько мы себя не знаем что это это досадно потому что мы настолько уникальны мы настолько красивы мы настолько всемогущи и это просто вообще конечно уже давным-давно об этом всем твердила мастер когда я еще там только начинала заходить вот но она это говорит достаточно в такой как сказать в ненавязчивой форме во первых она это рассказывает во вторых она не вот этой без вот этой мистификации что мне тоже очень нравится и но я тоже своим ребятам когда мне задают вопросы какие-то именно про автономию либо про голод либо про болезни как правило про мою болезнь до которой вот я у меня еще есть остатки про астму вот то конечно это никакой мистики здесь нет то есть мы с вами не колдунья не колдушки мы с вами такие же люди как и все просто кто-то пользуются этими возможностями кто-то не пользуется и это тоже их право и это тоже великолепно поэтому да задавайте вопросы с удовольствием отвечу у меня еще был вопрос такой что ребята спрашивали мою слия да я и в природных источниках покупать с удовольствием с огромных но в природных источниках я купалась вот здесь практически уже всю зиму то есть я уже зимой очень практически постоянно была в автономных днях вот выходила не над не на короткие периоды вот и что касаемо мою если я в душе то да я моюсь душе но это бывает конечно не каждый день но иногда хочется и да я моюсь и когда говорят а что у вас там с телом шелушится ли она сохнет все то же самое если вода ребят плохая то хоть вы на автономии хоть вы не на автономии у вас будет сушить тело я живу в своем доме у меня вода идет из скважины она достаточно чистая но естественно моюсь я без мыла то есть у меня нет вот этого вот которая покупаемое мыло его у меня нет ну вернее но у меня есть для детей для меня его нет потому что ну мне не нужно и мыться и насчет волос мою ли я голову голову я мою я и мою редко но я и мою потому что я на велосипеде и когда когда ты едешь на велосипеде волос у меня много ну я очень рада что их много но у меня может там запутаться все что угодно очень много летает насекомых и просто им из моих волос просто так не выбраться поэтому чисто из этих соображений мне просто невозможно не мыть голову иначе бы у меня свой лес а я благодаря насти перестала мыть голову с ноября я очень чувствую себя комфортно у меня волосы прям стали толстые густые классные могу сказать значит первый месяц было очень сложно первые две недели были самые грязные и потом месяц тогда я уже была на соках фруктовых это был сентябрь и следующие две недели 3 4 они дались тяжело потому что мне казалось что это никогда не закончится но я внутренне чувствовала отклик что это придет и как будто бы даже после третьей недели они стали получше я значит что сделала чтобы выйти из этого положения у меня длинные волосы я заплела косички у меня были две косички с двух сторон французские вот и когда росла после четвертой недели я посмотрела и поняла что мои волосы все очистились они были чистые кроме вот этих корешков и я что сделала я взяла детскую пудру то есть я смотрю это просто жир обычный и чтобы снять жир я детской пудры тальком немножко побрызгала себе и вот так вот потрусила и у меня просто исчез жир и все и теперь когда бывает у меня происходит вот зажор когда я подвисала там на семечках когда я сдавала экзамен учила психологию то я просто вот чувствую что мне пора потому что там ну вот как бы и либо мыть либо ну такая начальная стадия мытья я немножечко тальком этим именно джонсон джонсон мелкий вот и все и они до сих пор такие именно густые и когда я возвращаюсь тихих днях мне прям страшно становится они у меня начинают вот прям вот кусками не то что там две-три волосин они кусками мне вываливаются как только захожу они мне начинают по одной-две-три штучки в день моментально идет реакция белеет зубы и у меня сразу кайфушка с третьего дня не вот ну вот такие прям значит как в рекламе показывают там пантин вот они прям лоснятся классные такие хорошие еще хочу отметить разницу до внутреннего состояния просто голодание на голодании все время не имется и не понимаешь для чего тебе это нужно нету испытания счастья и наслаждения нету нового взгляда на мир нету перехода из прежних вот этих так скажем поломанных программ установок своих в новый мир то есть я по себе знаю что я глубокий интроверт со школы кто меня знает я всегда была интровертом такой замкнутый добрый хороший отзывчивый и мне я выходила экстравертом то есть открыта была только в общем в таких компаниях знакомых но сейчас для меня это не проблема вообще потому что именно осознание автономных дней дало мне большую такую силу большой прорыв вперед и я позволяю себе сейчас иногда прокрастинировать полениться полежать потому что я понимаю что любая пауза за ней идет такой приятный набор сил осознания всплеск и нет вот этого внутреннего затекивания что-то нужно сделать или бежать вперед уходит какая-то левая лень который потом нервничаешь переживаешь просто принятие себя приходит ноль проблем в голове ноль лишних мыслей в голове это именно благодаря этим автономным дням сухим дням не голоданию вот в этом и есть разница между голодом когда мы просто научимся ну когда же это закончится ну когда же ну начинают конечно же все с голода ну а как же нужно тренироваться упал отжался так же как с телом так же и с пищей с питанием разницы никакой телесная практика но проблем вот да я еще хотела бы тут дополнить что когда ты именно на голоде либо когда ты только начинаешь тренировать свое тело ты себе ставишь как правило четкие границы то есть сегодня я там одни сутки завтра там я двое трое пять и когда ты чувствуешь что вот эти вот сутки которые ты запланировал подходят к концу ты за какой-то промежуток времени у каждого он по-разному ты начинаешь прорабатывать меню что ты будешь есть как ты будешь выходить и у тебя начинаются мысли о еде и ты стараешься быстрее быстрее намотать часы чтобы дотянуть до того периода когда ты запланировал покушать а когда ты в автономных днях то ты с каждым прожитым часом с каждым прожитым каким-то определенным временем у тебя появляется такое состояние а что еще будет ой нифига себе нифига себе как я вот это вот прочувствовала у меня раньше такого не было ты начинаешь себя ловить на чувствовании на ощущениях это абсолютно другой процесс и когда вот ты вот в это начинаешь втягиваться да у тебя смотря какой промежуток времени у тебя физическое тело потихонечку тебя выбрасывает потому что там где-то ты очень хочешь есть где-то еще что-то ну понятно что это тренировка не только психики но и физики вот но тем не менее ты уже четко понимаешь когда у тебя голодание а когда у тебя автономные дни то есть ты именно начинаешь с горящими глазами чувствовать что с тобой происходит что в этом мире есть еще вот такое которое ты почему-то в таких же вроде бы абсолютно в таких же условиях но этого не замечал этого не чувствовал этого не ощущал и это на самом деле очень классно и ты тогда уже понимаешь и вот у тебя прям щелчком это идет вот вот это вот состояние автономии его ни с чем не перепутать то есть когда меня люди спрашивают а как я узнаю что я вот в автономии или я еще голодаю я говорю вы это чувство не перепутаете вы поймете что такое автономия оно может захватить буквально на несколько часов но вы его запомните и вы захотите туда вернуться вот это вот да это есть такое когда всегда хочется вернуться это к себе настоящему ты забываешь про потребности тела и ты просто живешь здесь и сейчас это не про состояние тишины внутри а про состояние тишины ума и когда ты осознанно живешь и ты мыслишь уже именно осознанностью своей вот это про это ну я тоже так себя ловила и все время поначалу когда начинала думать и говорить ну как же я вроде как бы и не думаю и не мыслю забываешь поесть и ты летишь и это не сравнимо с какими-то там вот этими вот духовными практиками эйфории там бла-бла-бла это не это и это не голод это не крайность это золотая середина где все собрано это и не про святыню и не про что-то другое это про вас настоящее когда ты успокоился и ты вернулся к себе и ты получил единомоментно все и тебя ничего не беспокоит тебе просто хорошо вот от всего достаточно глубоко так хорошо что ты потом хочешь туда вернуться да это абсолютно другие состояния вот еще были вопросы по изменению тела как тело меняется вот но я могу сказать что я уже в практике как бы давно и я не могу сказать что прямо оно у меня как-то кардинально меняется вот то есть ну вот вот плюс-минус у меня всегда идет плюс-минус вот но я могу сказать очень четко что тест как себя ощущает ваше тело это как вы воспринимаете физически физическую какую-то нагрузку то есть чем больше вам хочется заниматься приятной физической нагрузкой тем больше вы от нее получаете энергии тем чище и автономнее становится ваше тело вот это вот прям какой-то как такой вот небольшой тестик ну да когда просто сухих чувствуешь что вот как будто бы устал как будто поел и сразу как грудничок спать вот поел реально вот едешь в машине начинает вырубать то есть неинтересно и ты не можешь с этим совладать нету энергии все ты понимаешь что ты как будто бы знаешь какого-то зверя чужеродного запустил в тело и начинаешь сразу чувствовать завоевание его своей территории это с этим как бы я сравниваю и это конечно же вот туда-сюда вес это прекрасно а когда допустим он падает но остаются все равно силы это тоже является очищением организма я помню что я когда вот первое время почувствовал вот эти автономные дни я просто в припрыжку с детьми проскакала шестилетними семилетними там с племяшками и мы прошли очень долго и до этого мы ходили где-то прохаживали очень много с близкими с родными и все уже устали и меня спрашивают ну что пойдем домой так я поворачиваюсь и только я тут замечаю что у них уставшие лица я понимаю что я только тогда прощупываю свое тело и я осознаю что а я ни капли не устала я только вот готова еще в припрыжках мне бы еще вот целые сутки отмотать и мне бы прыгать я готова и ночью и днем скакать я домой тогда пришла помню и хотела заниматься и не спала это прям приход новой такой энергии прилив энергии именно от движения хочется двигаться двигаться ни в коем случае не сидеть и не кушать нет ты не думаешь вообще о еде вот это автономное такое состояние тут вопрос был такой интересный а как справляться с головными болями в начальном периоде но мне сложно сказать мне кажется у меня головных болей не было я вообще сделала для себя такие следующие заметки когда я выходила на голод первые сутки для меня были 36 часов я почитала послушала о сумме для своей такой храбрости который рассказывает про процесс аутофаги автономности его всем рекомендую посмотреть и вторые сутки для меня было тоже как страшно да как понять выйти не выйти а мне хорошо я не хотела есть я зашла сразу на два с половиной почти трое суток и единственное что мозг у меня гонял такую мысль что ну пора когда там уже когда когда это свершится когда вот я значит что-то где-то услышала что я начала рассматривать такую фишку внутри я хочу есть либо у меня слабость и когда я почувствовала именно слабость слабость в теле что мне там трудно ножки молочить и состояние когда я там встаю легкое там головокружение это нормально но когда я просто встала пошла это головокружение не уходит я понимаю что у меня сильно упало давление такая прям вот ну как предболезненное состояние вот здесь я понимаю осознаю что с биохимией моей не все в порядке не все окей и здесь видимо нужно вернуться обратно то есть должен быть какой-то рычаг контроль это была моя первая часть такая а вторая часть я помню что я прочитала опять же где-то что глаза это наша печень глаза белок смотрит вот так если желтый белок смотрит значит гемоглобин проблема это печень и когда на второй день у меня просто пожелтели такие страшно красные глаза стали я поняла что здесь тоже баста но я посидела дольше потому что я связалась со своим состоянием мне было легко и я не вышла я просто пропила чуть-чуть водички и зашла обратно я протянула три-три с половиной дня спокойно пока не появилась слабость вот головные боли у меня таких сильных не было я помню знаю что у некоторых моих клиентов были даже головные боли не то что от сухих а от приема спирулины там хлорофила замены мяса на что-то это просто быстрая хорошая чистка это можно перетерпеть я сравниваю это с болями в почках то есть если нет состояния падать в обморок и нету желтых белков потому что печень я считаю она основная кровотворящая матушка она чистит нашу кровь и чтобы не случилось интоксикации лучше следить за белками своими это вот как мой инструмент я просто делюсь кому-то зайдет кому-то нет ну как бы пожалуйста вот и вот боли в почках я также прошла рассказывала здесь важно нужно было именно дойти и пережить этот момент а не скатываться и снова начинать когда есть состояние боли не слушаться мозг а делать внимание на боль и следить за своей основной трезвостью организма за своей осознанностью и за силой физической потому что есть разница между тем что слабость и нужно поесть и между тем что хочется пожрать потому что привык потому что разница большая поверьте дети об этом прекрасно знают они могут сутками есть гулять и нормально и не кормить их и не надо он все что нужно сам получит с пространства но они практически мы же рождаемся автономами поэтому нужно мое вот как бы перетерпеть мнение такое наблюдать за собой ну я тоже могу сказать что вообще головные боли они бывают очень разные но в любом случае это идет ваша чистка это и токсины выходят и поэтому это конечно нужно если мы говорим вот про конкретно головные боли то есть все хорошо но именно головные боли это нужно разбираться индивидуально что у вас а так это точно так же тренировка организма тренировка своей психики то есть разбираться почему болит голова почему вам ваше психическое состояние не дает возможности в голод или в автономию то есть это тоже можно вот этот клубочек весь раскрутить и посмотреть что вам мешает может быть это просто просто элементарные токсины которые есть у всех и они должны как-то выйти у вас они выходят вот так вот это либо вычищается какими-то травками либо водой потому что мы все знаем что на нашей планете единственный растворитель да вы вычищаете либо травками либо водой то что я поняла и дальше Светочка зависла а я дождала и молча вот ну да это нужно уже это очень сейчас слышно меня сейчас хорошо да это нужно в любом случае индивидуально мы абсолютно все разные мы вроде бы все одинаковы но тем не менее мы настолько нам внушились что мы все разные и к нам нужен индивидуальный подход что наша психика это не дает нам всем проработать под одну гребенку все единым штабом поэтому это все индивидуально это нужно разбирать почему у вас болит голова но а так это да это тренировать тело нужно отслеживать на каком дне у вас болит у вас приходят эти головные боли если приходят на первые сутки то добавляйте там например на 24 часа а потом начинает болеть голова то есть в следующий раз делайте 28 часов понемножечку начинайте прибавлять чтобы именно вся вот эта вот с вас грязь она потихоньку начала выходить и постепенно постепенно тренируйте если так не можете если есть какие-то страхи может быть головная боль это просто ваш какой-то закапсулированный страх и его можно будет просто раскрыть и вы сами все видите вы сами себе дадите ответы все почему это так происходит но это в любом случае нужно смотреть потому что возможно мы говорим просто о токсинах а возможно мы говорим о том что у вас там была какая-нибудь травма это абсолютно разные вещи и вот здесь вот как бы такого единого ответа конечно же я думаю что мы вам не дадим так пропала единого ответа нету я так поняла и потом опять зависла и сейчас скажи что-нибудь алло все я все я с вами вроде бы уже ну классно хорошо вообще на самом деле у меня просто под конец часа начинает там подвисать инстаграм да вообще на самом деле у всех забиты да какими-то страхами вот тоже психосоматика это разные органы это разные установки паттерны да это разные органы разные отделы в разных отделах позвоночник да все это по-разному но суть то одна получается и инструмент самый главный почему сухие дни во-первых это нам естественно да то есть мы можем без этого спокойно без еды жить вот а во-вторых формируется сухой день это огненная энергия и без воды один сухой день равен трем водным дням кто занимался голоданием те знают и огненная энергия на физическом плане сжигает даже белки ваших паразитов то есть просто вы убиваете всех зайцев одной практикой это практика для ленивых для тех кто хочет получать результат это практика для всех она универсальная это кто хочет выздороветь да не применяя таблетки это для всех практика просто здесь нужно получив отклик внутри что я готов в это пойти чтобы была гармония а не было дисбаланса и не навредить себе можно заниматься чем угодно но на ровном месте тоже получить кучу травм потому что это не принимала внутренняя наша часть наше тело все строится именно с решения я принял желание я хочу я буду и дальше рождается могу вам сказать на сухих и на автономных днях бесстрашие то есть здесь главное начать и почувствовать что это откликается это бесстрашие позволяет дальше спокойно чувствовать глубже себя и самому находить ответы для себя вот что важно ну вот по крайней мере это не только у меня я у многих видела из опыта что это работает так ну да ну сначала страх он тебя накрывает но тебе проще его проработать на сухих днях потому что проще почему потому что ты настолько становишься правдивым сам собой что ты открываешь себе те моменты почему этот страх возник которые в обычном состоянии ты себе бы никогда не признался поэтому и говорят что все ответы в нас именно на автономии когда тебя начинает какая-то новая волна твоего очередного страха накрывать ты ее прорабатываешь вот уже потом вот так вот на раз-два потому что ты сам себе отвечаешь абсолютно честно на каждый вопрос и он у тебя отваливается моментально это да действительно так да и столько всего нового про себя узнаешь то именно что было во-первых глубоко закопано оно всплывает но то в чем боялся признаться и ты это видел в своих близких как отражение себя а потом ты понимаешь и осознаешь ё-моё так это же я корявая ну в смысле характера так кривая и на самом деле дело это все не вьём во мне это понятно это все теория то что мы говорим все дело там в нас это наше отражение а попробуй это проработать в себе да это нужно часы работать с психологом а вы зайдите вот заходите когда на сихи и начинаете практиковать у вас все это вы сами для себя как книжка открываетесь вот что классно и вот именно это тоже состояние невозможно забыть к нему снова и снова возвращаешься потому что ты чувствуешь свое извлечение а ты становишься то есть ты снимаешь маску свою ты снимаешь свои щиты ты убираешь влияние планет негативных ты выздоравливаешь физически ты смотришь на мир не через розовый оранжевый желтый неважно какие очки не через дырочку выравнивая себе зрение не через осознанность через какие то там вот непонятные да а ты просто здесь и ты осознаешь какой ты и вот на сухих это глубже глубже погружение когда вы ловите это в это хочется вернуться потому что это истинное состояние тело это просит психика психическое тело просит мыслительно ментальное да уже не говоря о кармическом что идут такие проработки событийные желания они моментально исполняются близкие меняются просто ну это потому что ты как будто бы становишься волшебником вообще в физической культуре считалось что вот эти сухие дни это как определенные ситхи даются то есть как раз за счет того что человек прорабатывать себе вот эту связь потребительства потому что ум он потребляет ум это заложник эго а эго боится умереть это то что Настя говорила про фрейдом и прям заходит да про любида про все прям вот четко как раз недавно пост я видела и здесь когда эго боится умереть он с собой берет заложники ум и ум как огромная игра начинает манипулировать а мы думаем как правильно поступить здесь а как правильно здесь это мне спрашивают Кристин тогда я расскажу а как вот поступать на фактах или на чем еще у вас есть у всех внутренняя интуиция есть у всех внутренние чувства ощущение что вот так наверное правильно и пусть ум сопротивляется правильно так как вы чувствуете это не сердце не знаю не жопа это как-то всем сразу нутром внутри себя происходит не какой-то частью тела вот и на сухих днях ты усиливаешь это состояние и куча ответов куча событий которые раскрывают тебя и ты понимаешь что вот вот это вот единственное то к чему нужно идти но еще раз автономия про неедение ни в коем случае автономия автономия начинается именно с любого другого ресурса с любой другой сферы где ты становишься настоящим творчество пусть даже руководящая должность но ты там где ты кайфуешь там где становишься настоящим вот вот перекладываю все что раньше потому что здесь ограничен тайм еще вопрос Светочка при депутации сна очень сильно начинает рубить под утро как справляться с этим на сухих пока сижу на стимуляторах полностью не получается отпустить ну и так я могу сказать root если вы будете на автон я вообще против кончета рian нужно поспать тит released восстанавливается организм, шаблон, что нужно не спать, потому что там приходят новые чувствования. Я против этого, потому что я на себе испытала, что всё это приходит естественным путём. Когда вы убираете еду и жидкость, то у вас появляется вот эта вот энергия, которая вам не хочется спать. То есть вы себя даже, когда начинаете укладывать спать, но это уже неестественно получается. И у вас появляется… Вот сейчас, вот лето, мне кажется, это вообще идеальное время, чтобы начать автономить, потому что световой день, он очень длинный, на улице тепло, ты можешь заниматься многими вещами на улице. То есть на самом деле, когда ты в процессе автономии, тебя дома практически не бывает. Тебя вот эта вот коробка, она просто сдавливает. И именно поэтому это естественный процесс. То есть ты не можешь заменить одним стимулятором другой стимулятор. То есть что такое сон? Сон — это действительно уход от реальности, когда тебе скучно. Не надо искусственно себя веселить. Потому что когда ты начнёшь познавать себя, когда ты начнёшь познавать, насколько ты интересный человек для самого себя, даже не для кого-то, понятно, что для кого-то ты станешь автоматически интересным. Но когда ты начнёшь познавать себя, какое ты вообще чудо чудное, тебе захочется ещё больше проводить время с собой. А что значит проводить время с собой? Это не обсервация, куда ты уехал один, а ты — это есть другие люди, это тоже ты. И в каждом человеке ты как бы как в зеркало, знаете, как раньше были комнаты с кривыми зеркалами, ты приходишь, и ты в разных там ипостасях, да, в каждом зеркале. И здесь ты в каждом человеке видишь своё что-то новое, какую-то свою черту характера, какое-то своё высказывание услышал по-новому. И поэтому тебе хочется проводить время с самим собой, то есть с окружением твоим, с людьми. Ты себя узнаёшь через других. И когда это не искусственный процесс, что вот я сегодня не сплю, мне нужно сделать вот то-то, 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 чтобы не уснуть, тебя вырубить не сегодня, так завтра — это бесполезно. Ты просто оттянула на какой-то промежуток времени. А когда ты истинно входишь в это состояние, когда тебе истинно хочется этого познания, когда оно всё само придёт, то есть вот мы сейчас, на сегодняшний день, я уже как-то говорила в каком-то эфире, у меня так получается, что, естественно, у меня дети спят. Это как бы, да, они там очень хотят не спать, там ещё что-то. Но их вырубают, они как бы привыкли, и я на них не давлю ни в коем случае. То есть когда дети ложатся спать, мы очень часто, например, ездим в другой город, например, с кем-то пообщаться, взять какую-нибудь литературу и ещё что-то. То есть вот настолько сам собой налаживается ночной процесс, что вы будете даже… Он сначала будет налаживаться, вы даже этого отследить не сможете, а потом через какое-то время садитесь и думаете, о, нифига себе, я уже, например, третью ночь кто туда сходил, а кто туда съездил. И вы понимаете, что многие люди-то ночью тоже не спят. Как ни странно, то есть вас начинают окружать, вы сами не спящие в разных своих проявлениях. И это настолько классно, но это, как для меня, это обязательно должно прийти естественным путём. И вы к этому придёте. Но если вы будете искусственно… У меня не получилось искусственно. Может быть, у кого-то получается. И это тоже здорово. Может быть, кто-то поделится своим опытом, как деприирует сон, что там делает, чем себя занимает. Но для меня это просто оттяжка на какой-то период времени. А когда это естественно приходит, вот тогда это получается наслаждение, это классно. Вот у меня так. А у меня, знаешь, как произошло? Я на самом деле как раз-таки ушла, наверное, на искусство, но мне очень легко не спать. Я с Маринкой Куклиной, мы когда разговаривали, то есть она такая же, как и я. Крис говорит, мне легче не спать, чем не жрать. Я говорю, о, это про меня. То есть для меня основной инструмент был не спать. И когда я не спала, вот у меня так было. Я помню, вот мы поехали в Тунис всей семьёй. Там были апельсины, солнце, море. Я взяла с собой гантели. Я занималась все время табатой. То есть для меня вот прям вот это вот хотелось тренировки, тренировки. Там бегала, прыгала такая смешная. И не хотела спать. И помню, Настюша как раз у себя в чате, кто не спит, давайте общаться, кто. Мне это очень помогало как раз-таки не спание. И я ушла совсем литл-едене и длинное неедене. Вот. И мне это реально помогло. То есть мой инструмент был сон. Мне легко не спать. И когда я добавила уже жидкость, я уж, мне не захотелось... Почему я ушла на жидкое? То есть я делала сухие, длительные, разные. Но мне не захотелось жевать. А когда хотела съесть, я просто стала высасывать. И я посмотрела на это всё дело, что после меня остаётся. Так неприятно. Я решила делать соки. И потом в моей жизни появилась сова Ольга. И она как раз поделилась тем, что она выходила через соки. Её так раз... О, ну это же знак! Значит, нужно так делать. Вот. И я перешла на соки, и я стала спать. И тогда я реально... То есть жидкость рубит на провал. Вот. Ты просто ложишься и лежишь трупом. Ты такой прям вот тяжёлый. Ты прям такая ходячая жидкость. Такой тяжёлый. Ты такой не такой быстрый. Ты не такой скорый на речь. Ну, как бы там много нюансов реально. То есть если даже посмотреть подоши Кап Хапита и вот кто там ещё? Вата. Вата, это же воздушные. Они реально отличаются от Капхи. Капха, у него что-нибудь сказало. Он такой раз, секунды-две прошли, и он начинает отвечать тебе. И так размеренно, как будто бы у него там целый день впереди. Ты там... Ну, давай быстрее. Вы знаете, вспомнили мультик про... Вот этот вот, где Лиз был и Зверополис. Вот когда она пришла к этому, спрашивала, ну, быстрее, быстрее, скажите номер там, номер машины, быстрее, быстрее. Он такой... Ха! 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 Это про Дон Капха, когда ты пьёшь воду. Жидкости. Это вот реальность моего опыта. Просто два разных меня. Но так как я не могу выйти, для меня это легче, меньше как бы... Я считаю, для меня это легче загадить как бы тело, да? Просто пропить жидкость, которая кокосовая вода, она являлась капельницей. Во время японско-китайской войны её заливали прям в Вену. То есть там плотность наша, там семена кислоты, то есть это нормально, реально так вот пить просто кокосовую воду. Ну, я как бы... Это мой выбор. Вначале были фруктовый сок, но больше не могу. Я когда стала пить апельсиновый сок, у меня пахнет аскорбиновой кислотой. Мама, ты пахнешь апельсинкой? Я говорю, аскорбинка? Я в туалет стала ходить аскорбинкой. Это просто мне... Жесть какая-то такая, баста, нет, всё. Вот. Я так надеюсь, что однажды ко мне придёт такое желание, всё, я больше не ем, и просто на ха-ха уйду, вот на неедение, и мне буду счастлива, довольна, меня дурные мысли покинут. Вот. Но вообще я могу сказать, да, я могу сказать, что просон — это вообще отдельная такая достаточно глубокая тема, потому что лично у меня она как такая немножечко с мистификацией. То есть у меня настолько обостряются чувства, вот эти вот ощущения, после третьих суток, и оно достаточно непривычное, и мне тоже с ним нужно научиться жить. То есть когда ты понимаешь, что ты видишь не впереди себя, а что ты видишь на 360 градусов, ты, во-первых, в это поверить не можешь, мозг, но это как у меня. Во-первых, не всегда в это верится, а во-вторых, это действительно как мистика, потому что к этому не привыкли. Я слышала, что такое бывает, но когда вот это начало происходить со мной, меня это в первые моменты как-то даже испугало, потому что, во-первых, сама реакция, получается, ты живёшь, вот когда ты убираешь сон, когда он у тебя уходит, то ты сразу же начинаешь жить как бы в двух временах. То есть ты в замедленном времени, а всё, что вокруг тебя, оно в обустрённом времени. И это такая турбулентность у тебя возникает в твоём организме, и главное, что в твоей голове, что с этим тоже нужно научиться жить. И вот мне о сне пока говорить достаточно тяжело, потому что многие могут подумать, что там вообще… Ну, не все готовы к принятию этой информации, потому что она действительно уже немножечко из другого ряда. Она действительно другая. Смотри, вот такой был. Сейчас у нас буквально минутки две там осталось. Боюсь, что даже минутка осталась. У меня такой был. Можно сделать, во-первых, следующий эфир про сон, да, собрать информацию. И когда я активно занималась этой практикой, меня обычно спрашивали, ты куда бежишь, торопишься? Я просто проходила мимо. Вот разница в этом как раз. То есть я чувствую, что я делаю всё нормально, не напрягаясь вообще, не парясь. А мне говорят, что я просто супербыстрая, какая-то прям скоростная становлюсь внешне. Как они меня видят со стороны. Вот я такое замечала ещё. Да. Ну, если ребята будут задавать много вопросов про сон, можно будет тоже ответить им. Вот. И в эфире можно будет ответить. Можно поподробнее. Давайте следующий вторник соберёмся, тогда в суде. У меня боюсь, что у меня может всё светить. Я хочу оставить, сохранить на страничке. Ребят, всем спасибо. Всем спасибо. Костюш, тебе тоже огромное. Всех обнимаю. Пока-пока. До следующего вторника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok